Есть такие проекты, которым я завидую. И как любой бизнесмен, наверное, мечтаю иметь их в своем активе. К таким проектам относятся обзорные экскурсии и творчество группы «Подельники». Как снимать кино, я даже себе не представляю. Я представляю, как сделать книги. И когда я вижу вот эти вот фильмы про архитектуру Екатеринбурга, я восхищаюсь вообще на самом деле талантом людей, которые делают такие проекты. И абсолютно точно уверен, что такие проекты необходимы. Я как архитектор могу сказать, что все, что мы сегодня имеем в области современной архитектуры, все пришло как раз из архитектуры конструктивистской. Потому что, если, например, рассматривать городок чекистов, то это в прямом смысле многофункциональный торгово-развлекательный комплекс с преобладанием жилой функции. Учитывая то, что конструктивизм – фундамент современной архитектуры, мы не имеем права нарушать его. Иначе мы разрушим и сегодняшний мир. Это самый свежий продукт издательства «Татлем» под названием «Археолог». Они представляют собой плакаты размером 70 на метр, на которых публиковано в портфолио самых основных проектов и построек известных конструктивистов. Эти плакаты получат те люди, которые пожертвуют свои средства на создание новой серии видеогида, обзорной экскурсии. Книги, которые находятся рядом со мной, мы хотим преподнести в дар тем людям, которые пожертвуют свои средства на создание новых и новых серий по архитектуре и конструктивизме города Екатеринбурга. Я могу вкратце рассказать про каждое из них. Вот самая маленькая книжечка – это книжечка одного из архитекторов 20-30-х годов Александра Виллисова. И здесь очень много всего интересного. Дневник написан довольно живым языком. Очень маленький тираж у этой книжки. Следующая группа изданий – это серия книжек «Архив». Первая книга была посвящена, конечно, Белой башне, жемчужине архитектуры и конструктивизма в городе Екатеринбурге. Вторая книга посвящена городку чекистов. Здесь напечатаны архивные чертежи, архивные фотографии. Последняя наша книжка по дому промышленности и торговли. Здесь упубликован просто уникальнейший материал, который до этого не публиковался вообще нигде, потому что, как известно, дом промышленности – это закрытое заведение, куда просто не пускают простого смертного. Замечательный объект, который мне очень нравится – это Институт физиологии и прозаболеваний Георгия Голубева в Екатеринбурге. Это действительно уникальное здание не только для Екатеринбурга, но и для России, и для мира в целом, потому что такие медицинские комплексы в 20-х годах, пожалуй, только в России и строились. И они сегодня являются образцом для вообще всей мировой архитектуры. Замечательная книжка по дому физкультуры, которую мы знаем, как спорткородок «Динамо». Этот объект, известный русский архитектор Моисей Гинсбург, в свое время, приехав в Екатеринбург, сказал, что это лучшее конструктивистское здание на Урале. Это репринт журнала «Современная архитектура», выпускавшийся архитектором Моисеем Гинсбургом в течение пяти лет с 1926 по 1930 год. Каждый том представляет собой подборку журналов, которые выходили в течение года, по шесть номеров. Полностью восстановленные экземпляры. С этой монографией издательство Татлин вошло в библиотеку Британской академии архитектуры. Ну и вот это первое наше издание. Книга называется «Потерянный авангард». Она практически распространяется по всему миру. В проекте приняло участие три издательства – Нью-Йоркская Мончели Пресс, итальянская и наша. Эти книги от издательства Татлин и от инициаторов проекта «Видеогид. Обзорная экскурсия к конструктивизму» получат те люди, которые пожертвуют свои средства на создание новых серий проекта «Обзорная экскурсия».